В современном мире стремительно расширяется круг глобальных проблем, которые требуют своего решения. Одна из самых актуальных – нетерпимость, вызванная национальным или религиозным различием, враждебным отношением и мнением, отличающимся от своего. Поэтому сейчас очень важной становится подготовка детей к жизни в многокультурном мире и формирование межэтнической толерантности. Развилковская общеобразовательная школа – одна из самых больших не только в нашем районе, но и в области. Сейчас в ней обучаются 1250 детей, представителей более чем 20 национальностей и культур. Воспитание у детей миролюбия, принятие и понимание других людей, умение позитивно с ними взаимодействовать – такую задачу ставят перед собой учителя школы, опираясь на опыт коллег из Ивановского интердома, с которыми их связывает многолетняя дружба. Как удивительно живут дети в Ивановском интердоме. Они удивительной, дружной, единой семьёй, для которых совершенно не важен цвет кожи, ребёнка или какие-то особенности его менталитета. Работа, которую ведут педагоги общеобразовательного учреждения, отмечена и управлением образования района. В школах и других немало делается в этом направлении. Но вот такой системы, сложившейся и работающей не один год, кроме развилковской школы, я бы не назвала. Готовность поделиться накопленными программами и наработками с коллегами определила место проведения районного семинара на тему воспитания толерантности. Для гостей была подготовлена обширная программа. Большой интерес вызвало заседание школьного Евроклуба, в котором приняли участие друзья из Владимира. Клуб работает при школе уже 20 лет. Ребята объездили многие страны, знакомые с традициями разных народов, что, конечно, помогает выполнять главную задачу – объединить людей. Наш Евроклуб развилковский школа – это наша гордость, потому что он известен не только в районе, в области России, но и далеко за пределами России. И хочется надеяться, что движение Евроклуба получит поддержку на уровне нашего района, и к нам присоединятся ещё другие школы. Посетили участники семинара и открытые уроки. Современная интерпретация сказки «Теремок для младших школьников», где на примере героев ребята учатся принимать других, не похожих на себя. Классная беседа, знакомство с культурой русского народа, читательская конференция по повести Владимира Железнякова «Чучело» для учеников среднего звена. Всего 19 мероприятий. Очень интересная тема семинара, очень актуальна. С удовольствием посетила два урока. В этой школе всегда семинары проходят на высоком уровне. Семинар действительно поучительный, очень хороший. Я многое возьму для своей работы, это точно. Завершающим аккордом встречи стало выступление учеников разных классов школы, на котором была открыта самая главная формула толерантности. Любите друг друга. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.